На этом месте встречи. Будет ли когда-нибудь снова нам по пути с Балтийскими государствами? Вячеслав Николаевич. Я глубоко убежден, что все Прибалтийские республики, как и другие республики бывшего союза, вернутся в состав обновленного союза. По самой простой причине, потому что это исторические экономические императивы, об этом говорят. Прибалтийская находится в составе России уже больше 300 лет. И экономика завязана на Россию, их рынки здесь, деваться некуда. Так, Максим Анатольевич? Нет, никогда. Нам не по пути. Уже все навсегда. Главное не воевать. А так, конечно, будем друг друга не любить. И программа «Максимум» это сохранять холодную вежливость в отношениях. Михаил Борисович? Я думаю, что прибалтийские народы самостоятельно по своей воле никогда не вернутся. Просто потому, что у них самостоятельной воли уже давно нет и никогда больше не будет. И все взаимоотношения России с прибалтийскими народами осуществлялись через войны. Поэтому наша позиция должна быть как при Петре Первом. Это та территория, которую мы купили у шведов. И мы должны ее себе вернуть, исходя из геополитических обстоятельств. Абсолютно неважно, какой у их процесс протяжей путь. Нам наплевать. Имейте совесть. Все, я понял. Константин Александрович. А вы знаете, мне кажется, что нам должно быть абсолютно все равно, что будет нам по пути с Прибалтикой или нет. А вот им с нами по пути когда-нибудь будет. Никуда они не делаются. Оба раза, когда Прибалтийские республики оставались без нашего четкого присмотра, они превращались в очень интересные государства. Ну, каким государство не стало к 1939 году, мне сегодня Константин Александрович поправил. Два фашистских, одно профашистское. А в 90-е годы, ну, это государство с чертами какого-то невзвешенного национализма. Недограждане, граждане второго сорта, уничтожение школ русских. Поэтому оба раза как-то не так. Не по пути наш с ними. После там сюжета, который мы показывали в последнем информационном блоке, в последнем блоке программы, два эстонских гея приходят к доктору. Говорят, доктор, у нас почему-то нет детей. Он им говорит, вы пользуетесь презервативами? Да, это не нужно. Проходит какое-то количество времени, там несколько месяцев, они приходят опять. Все равно ничего не получается. Я понял, вам надо поменяться ролями. Это было место встречи, который...